Все чаще в приемное отделение республиканской больницы стали обращаться жители республики с признаками укуса клещей. Количество вредителей увеличивается с повышением температуры воздуха, опасность которую нельзя недооценивать, говорит аллерголог Марина Маргиева. Симптомы проявляются в среднем через 10-14 дней после укуса. В нашей республике такая опасная инфекция, как вирусный клещевой энцефалит, не распространена, однако укус клеща может вызвать баррелиоз. Характерный признак заболевания – образование на месте укуса розового пятна, которое постепенно увеличивается в размерах и приобретает форму кольца с ярко-красными краями. На начальном этапе болезнь совершенно безобидна и почти никак не проявляется. Заболевание актуально называется болезнь Лайма, по-другому – баррелиоз. Передается зараженными клещами после укуса баррели и бактерии, которые, собственно, вызывают баррелиоз. Они со слюной содержатся в слюнных железах, они проникают в кровь организма. Она уже распространяется, эмигрирует по всему организму. Вот эта стадия вторая, она уже опаснее и дает намного больше клинических проявлений. Это может проявляться в виде когнитивных различных расстройств, это может быть общая слабость, это снижение трудоспособности, наличие артритов. Вернувшись домой после отдыха на природе, необходимо внимательно смотреть себя. А до начала похода в лес или другую открытую местность, закрыть по возможности все дело одеждой. Тем самым минимизируются риски того, что клещ доберется до кожи. Надо соблюдать элементарные правила для того, чтобы предотвратить укус клеща, носить яркую одежду. Конечно, на белом фоне летом это гораздо легче делать, носить светлые контрастные оттенки, либо вообще в идеале белые, для того, чтобы легко было клеща обнаружить на одежде. На темном фоне, конечно, обнаружить намного сложнее. Это первое. Во-вторых, пользоваться специальными средствами, можно отталкивающими. Еще одна рекомендация от врача-аллерголога – самостоятельно не удалять клещ после его обнаружения. Основное правило заключается в том, чтобы вытащить его полностью. Конечно, в первую очередь не пытаться самостоятельно отвинтить или вытащить клеща, потому что это может быть технически не очень правильно сделано. И в случае ошибочного вытаскивания клеща оторвется головка. Именно там локализуются железы, именно оттуда произойдет выброс слюны. А слюна – это как раз таки источник заражения баррелями. Самым опасным временем, по мнению врачей, считается май и июнь. Именно в этот период регистрируется наибольшее количество обращений. С июля активность клещей снижается, однако врачи призывают не терять бдительность.